еще интересная такая тематика я вижу среди немцев очень много тех кто выходные дни ведет активный образ жизни активный отдых то есть они гуляют они гуляют с детьми они гуляют парами среди иностранцев только вижу беженство делать поступает наши к сожалению поздние переселенцы очень редко встречается но есть такие мало мало но есть то есть мало кто идет активный образ жизни то есть живут от выходного до выходного выходные мы пьем знаешь как это называется? как это называется? день сирка день сирка да то есть как бы понедельник-пятница то есть жизнь все равно будет банальная но мы живем по так что там в автономном режиме жизнь все равно как-то в каком-то особо плане ты должен будешь ходить на работу и так далее и это все банально самом деле потому что каждый день все это повторяется но день сирка это не столько сколько повторений сколько вот как мы вот когда мы все это в автономном режиме воспринимаем то есть мы не можем как-то вот задействовать свои ресурсы в свободное 12 время мы устали мы легли все на диван короче все я вот так лег вот так ноги закинул короче все не трогайте меня отдыхаю ну как-то это так примерно выглядит да почему я затронул это тем потому что немногие понимают меня когда я после работы отработавший 8 часов в 23 часа иду в спортзал и занимаюсь 2 часа спортом у меня смотрят на сумасшедшую быть зачем это делаешь ты же работал но я же в первую очередь это делаю для себя для своего здоровья и я всегда веду активный образ жизни любой отпуск любой выходной я веду активный образ жизни я не сижу дома не могу сидеть дома вот это на самом деле честно скажу ошибка вот людей когда они вот так думают примеру на самом деле я знаю что научно уже установлено что даже если ты физически работаешь лучше вот так заниматься спортом почему как объяснить ну многие говорят тут и так на устаешься и так далее ты устаешь потому что у тебя организм просто в каком-то плане застроен а вот так занимаясь спортом даже просто пробежки по утрам ты будешь иметь столько энергии в принципе что ты вот в совокупности что ты не будешь уставать после работы в совокупности с этими тренировками так сильно ты будешь уставать намного меньше чем если ты не ходишь не занимаешь простой пример я ходил полтора года в фитнес-клуб то есть ежедневно ходил сейчас фитнес-клуб в связи с коронавирусом закрыт два месяца сейчас я прихожу с работы я чувствую усталость мне хочется прилечь полежать нет бы сделать какой-то спорт но нет то есть я как бы всегда себя пересиливали того чтобы заняться спортом то есть когда ты ходишь постоянно на фитнес на спорт ты чувствуешь какой-то прилив энергии ты знаешь что ты сейчас пойдешь заниматься действительно если был даже очень сложный день ты сильно встал ты пошел позанимался тебе весь стресс вся устала все проходит мгновенно да верно но по отношению тоже хочу спорта я тоже хочу сказать с одной стороны люди по-моему уделяют я честно скажу я не занимаюсь спортом да хотел бы но есть определенные причины потому я сейчас нет в принципе никогда не занимался особо спортом да было время когда занимался греко-римской борьбой карате и альпинизмом я занимался на самом деле тоже мы с ребятами по скалам лазили это чисто не передаваем впечатление ну вообще весь спорт которым я когда-либо занимался в принципе был связан с каким-то адреналином с какой-то опасностью человек занимается потом для того чтобы получить всплеск адреналина подожди но не нужно ему уделять такое внимание то есть как вот многие сейчас живут в интернете допустим да там все люди там в этот ватсап они в него уже вжились на самом деле настолько но это тоже бред ой мы тут друзья там так далее и тому подобное помню мне она там написала короче за как заступила за какую-то женщину там в плане я ничего плохого вообще женщине не хотел но там короче все ситуации вот так было раскрутилось короче вообще скорбила меня могут подруги и так далее там потом как какие подруги что-то несешь вообще вы не знакомы лично вы в интернете познакомились вы даже вот на самом деле я ее за кого-то говоришь знаю лично я знаю какие у него проблемы а ты не знаешь какие вы подруги если она во-первых не доверила тебе свои проблемы во-вторых даже если доверить ты чё приедешь поможешь ей ты просто посочувствуешь ты просто человек с кем приятно общаться никакая ты не подруга на самом деле чё за бред просто люди живут в этом интернете и думают что все а если обломится забери сейчас у всех интернет допустим да все что вы будете делать все да это ж паника конец жизни а я буду продолжать радоваться жизни потому что хоть я могу часто сидеть в интернете но я не удивляю не уделяю ему такого внимания чем он заслуживает на самом деле это просто ресурс для поиска информации в первую очередь создан да его разбавили всякими видео мидом труда сида вот сейчас там всякие значения и для youtube-блогер тогда я примеру вот алексей а либо макс приступит сон допустим да тоже кстати мне очень нравится макса смотреть это нельзя было говорить не можно можно простите я просто иногда обдумывая что можно сказать что нельзя потому что алексей рассказывал что из-за некоторых вещей могут заблокировать видео но здесь музыки нет никакой поэтому в общем хорошо в общем но это по сути бред